приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби сегодня хочу поделиться с вами одним интересным рецептом вкусных вафельных котлеток рецепт довольно несложный но очень для приготовления этого блюда нам понадобится фарш про фарш я расскажу немножко попозже и понадобятся вот такие вот вафельные не коржи называются вафельные бризолли но можно делать с вафельных коржей которые покупаете на торты магазинах продаются но с больших вафельных коржей немножко технология приготовления котлет отличается чем с этих а тут вот такие вот небольшие с ладонь размером вафельные бризольки также нам понадобятся два яйца для кляра и молоко ну а теперь расскажу про фарш здесь у меня три вида мяса куриный фарш и свина говяжий то есть получается у меня фарша свинина говядина и курятина добавил сюда пол чайной ложки соли приправы по вкусу и одно куриное яйцо теперь хорошо это все перемешиваю даю фаршу немножко настояться и продолжаю готовить данные котлетки пока настаивается фарш делаем кляр для кляра нам понадобится два яйца немного молока добавим немножко соли немного приправы теперь все это перемешиваем приправки совсем чуть-чуть и соли уже небольшая щепотка теперь взбиваем это все вилочкой ну и теперь самое главное берем одну вафельку целую чайную ложку с горочкой фарша аккуратно разравниваем насколько это у вас аккуратно получится их складываем сверху ложим вторую вафельку если где-то что-то лишнее выглядит то можно или убрать или аккуратненько вот так вот поправить желательно это все делать быстро фарш может дать сок пока вафельки не намокли надо наделать ровно на одну закладку сковородку потом это мы все обмакнем в кляр и будем жарить ну и теперь самое главное обмакиваем быстренько в кляре и уложим в разогретую сковородку первый блин как всегда копом помом эти выкладываем поаккуратней вот так вот в клярке теперь на маленьком огне прожариваем на маленьком огне прожариваем как только начинают пригорать сразу же переворачиваем после этого накрываем крышкой как перевернули на вторую сторону и немножко их пропариваете как бы под крышку это примерно с каждой стороны обжариваю по две с половиной три минуты получается довольно аппетитный приятный вкусный запах сейчас положил в тарелочку дам остынуть и попробуем ну и вот друзья не прошло и 20 минут и у меня целая блюдо вафельных котлеток котлетки делаются очень быстро и получаются красивенькие запах очень приятный ароматный и сейчас попробуем их на вкус взял уже остывший как лет котлетоз и теперь попробуем вот так вот все получилось ваш хорошо прожарился и теперь попробуем на вкус получилась очень вкусная довольно интересная котлетка друзья рекомендую попробуйте я надеюсь вам данный рецепт понравится до новых встреч всех благ оставайтесь на канале подписывайтесь дальше будет намного интересней спасибо Продолжение следует...